здравствуйте для записи еще раз тем кто здесь сейчас кто записи в будущем это смотрит Ольга меня слышно хорошо спасибо ну что давайте усядем все удобную стычу я напомню об основах нашей позы если вы сидите на стуле поставьте ноги ровно плотно если на подушке как я как-то устроитесь тоже так чтобы у вас была такая плоскость опоры не только ягодицы но и ноги в каких-то местах чтобы вот эта устойчивость прям как-то чувствовалось переживалось хорошо и второй фактор это позвоночник прямой и нам важно также не задирать не задирать подбородок не опускать голову сможем даже специально поднять опустить и потом выровнять так чтобы направить подбородок чуть-чуть в горло как будто утапливая там без напряжения просто чтобы голова начала вытягиваться за макушкой вот такая основа нашей позы руки держите так как вам удобно можно либо сложить их под животом лодочкой когда одна рука на другой пальцы касаются большие пальцы касаются друг друга кончики либо на коленях в общем как удобно так чтобы они просто лежали спокойно хорошо вот наша форма нашего сиденья она для нас важно потому что она собой тоже воплощает определенное состояние уравновешенное устойчивое в то же время включенная алертная давайте после того как обратили внимание на свою позу обратим внимание также на окружающее пространство просто увидим его знаете как прикасаясь взглядом каким-то объектом если в закрытом помещении это вот стены потолок пола можем посмотреть и вверх и вниз и и как-то по сторонам то есть как-то осознать пространство вокруг себя что она есть над вами по бокам сзади под вами есть эта опора мы находим себя в пространстве также можем вспомнить что есть окна двери наверняка у вас есть они можем выйти из этого пространства мы тем самым напоминаем себя каким-то своим древним мозгам что все в порядке здесь более менее пока сейчас здесь безопасно достаточно мы защищены этими это пространство защищено окей вот такая просто такое напоминание себе где мы сейчас еще раз поза и еще один вопрос как мы сейчас в целом можем почувствовать спросить себя как я себя чувствую в целом какая у меня погода внутреннего состояния как я переживаю себя сейчас опять если мы не будем это как-то судить хорошо плохо просто вот сознаем это вот так приятно неприятно каким-то определенным образом это переживается я в таком-то состоянии это такая начальная точка нашей практики мы вспоминаем где мы сейчас как мы сейчас кто мы сейчас как мы себя переживаем дальше пойдем в практику именно наблюдая изменения что меняется каждое мгновение вот в текущем переживании если сейчас это для вас уместно если вы хотите этого если почувствовать что вам от этого как-то лучше то давайте позволим глазам закрыться и сразу же осознаем что меняется при этом когда визуальный канал ушел из восприятия то что начинает в него восприятие приходить ощущение тела становится заметными более заметными может быть звуки может быть мысли еще что-то как это появляется мгновение за мгновением в вашем переживаемом опыте сознание восприятие давайте вздохнем несколько раз таки глубокие вздохи и длинный мягкий выдох чувство как что-то может быть меняется с этим выдохом мы делаем очень простую вещь такой вздох как вздох облегчения такой найти двойной бывает поддох и потом долгий мягкий отпускающий выдох на котором все может как-то расслабляться отпускаться одновременно с этим можем кого-то больше чувствовать себя вот вы чуть больше приходить вот в телесную реальность в телесное переживание как это переживается что отпускается что меняется внутри хорошо и затем можем опустить внимание в точке опоры почувствовать плотность контакта с опорой если нужно для контраста можем сначала поджать ягодицы слегка поджать ягодицы втянуть их в себя промежность тянуть и потом отпустить и вот тут по контрасту можем почувствовать как тело усаживаться как ягодицы могут расслабиться смягчиться и тогда вес тела как будто бы может чуть больше протечь вниз встретиться с этой опорой она может его принять поддержать можем как будто бы немножко насытить себя вот этим ощущением опоры плотности контакта с опорой физической простое такое ощущение чувство опоры если мы как-то наделяем его вниманием погружаем туда внимание чувствуем его распознаем его тогда возможно можем заметить влияет ли это на общее состояние на дыхание какой-то общий процесс часто можем замечать что просто от этого ощущения опоры внутри что-то начинает потихонечку успокаиваться как будто бы тоже находить какую-то внутреннюю опору равновешиваться возможно вы не чувствуете сейчас этой связи но в принципе если это делать часто то рано или поздно скорее всего она будет находиться эта связь поэтому советую вам в течение дня как можно чаще обращать внимание на ощущение опоры физической хорошо теперь давайте пойдем оттуда из копчика крестца по позвоночнику вверх пойдем вниманием вверх 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 и дойдем до примерно центра груди почувствуем как это влияет на грудь грудную клетку плечи на дыхание может быть они как-то немножко раскрываются возможно захочется поглубже вдохнуть и дальше пойдем выше 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 дойдем до макушки головы как будто подвесим макушку головы за такую ниточку это если макушка подвешена такой образ может быть оборотом другой образ что позвоночник как какое-то растение как травинка где вырастает вверх за что вам ближе либо вырастающие либо такой вот вытягивающиеся за ниточкой но самое важное что голова становится такой легкой всплывающий вверх и тогда мы можем чувствовать шею плечи руки весь позвоночник все тело как будто бы свисающими вниз под головой опять мы можем осознать как это переживается сейчас создает ли это какой-то определенный оттенок тоже переживание может быть едва заметное изменение хорошо а затем продолжаю так вот тягиваться вверх снова вернем вот ощущение опоры внимание и как будто бы растянем внимание между двумя этими аспектами двумя этими векторами такого внутреннего движения макушка продолжает расти вверх а вес тела стекать стекать вниз протекать через тазовые кости это может как будто немножко так растягивать позвоночник вверх и вниз может быть увеличивая немножко расстояние между позвонками это может влиять на дыхание и у нас есть эти два элемента между ними третий позвоночник если нужно можем покачаться вперед-назад чуть-чуть ища ища этот вертикальное положение там где вы чувствуете позвоночник более опирающимся на себя более устойчивым и останемся этом вот эти три элемента можем их собрать вместе и позволить им как-то равновесие друг друга стойчесть внизу плотность контакта с опорой легкая голова звоночник как внутренней оси можем дать время несколько мгновений всего на то чтобы тело нашло баланс между тремя термин элементами чтобы она как-то уравновесила сама себя все эти три элемента если это происходит то можем чувствовать как это меняет состояние как сама эта поза воплощает реализует определенные переживания что именно она воплощает может быть чувство большую равновешность может быть даже такое какое-то определенное переживание достоинства я сижу устойчиво то время открыто опираясь на себя хорошо и сохраняем эту форму такую базу фундамент знаете сейчас пройдем по телу наполняем определенные участки вниманием чувствую что происходит в них пока мы остаемся с ними с ним с глаз пространство за глазами вокруг глаз чувствую что меняется пока мы остаемся с этим с этой зоной затем нижняя челюсть если я отпустим позволим зубам рожаться вот это повисающая вниз челюсть отпускающийся челюсть как переживается это ощущение ощущение язык во рту если мы почувствуем корень самый корень куда-то поглубже ощущение языка пойдем весь язык как он лежит спокойно мягко затем все лицо кожи мышцы как сейчас дышится затылок шеи плечи если мы немножко побудем в зоне перехода шеи в плечи чувствуя как плечи поднимаются опускаются с каждым вдохом и выдохом мы чувствуем это дыхание в плечах голова при этом продолжает так мягко всплывать вверх как переживается шея и трапециевидные мышцы и шеи переходят в плечи хорошо и руки дальше руки от плечевых суставов до пальцев можем почувствовать как руки просто спокойно лежат почувствовать их вес температуру какие они теплые прохладные сейчас просто это ощущение спокойствия в руках когда они ничего не делают когда мы можем оставить их в покое как сейчас дышится какое общее состояние то можем время от времени проверять а как я сейчас как изменилось мое состояние пока вот я сижу чувствую замечаю что-то как оно меняется мгновение за мгновение дальше спина можем почувствовать спину и дыхание в спине как поток дыхания течет через спину вот если спина прямая сейчас у вас то дыхание здесь может помогать лишним напряжением как будто бы сливаться стекать вниз каждым выдохом так же дыхание может чувствуется как какая-то такая поддержка жизни сзади вот в жизнь сама касается нас со спины поддерживать снова вернемся к лицу лицо челюсть нижняя еще раз и отпустим почувствуем язык и пойдем за отдыханием через горло чувство как она течет в горле и втекает в грудную клетку как грудная клетка поднимается опускается как ребра расширяется спадает солнечное сплетение как она чувствует сейчас живот если мы наполним живот своим вниманием полностью как бы как такое знаете пространство живота не только его поверхность но и весь живот это глубине пах промежность ягодицы еще раз весь таз и плотность соприкосновения с опорой плотность контакт когда весь вес тела всего тела сверху стекает стекает туда вниз протекает сквозь таз и ноги это за бедра суставов стопу и затем снова все тело как единое целое опять мы давайте вернемся к этой нашей базовой форме напомним они себя устойчиво снизу позвоночник как внутреннюю ось и легкая голова при этом все мышцы тела все есть вес тела может стекать вниз быть мягким мышцы могут быть мягкими стекать вниз мы можем чувствовать все тело сразу вот в этой форме нашего сидения знаете когда рука входит перчатку то она заполняет всю эту перчатку точно также внимание может заполнить все тело это в этой цельности тела есть множество разных ощущений какие-то из них приятные какие-то неприятные какие-то нейтральные если мы чувствуем всю цельность тела возможно можем быть с любыми ощущениями любыми переживаниями какие бы они ни были не хвататься за приятные и не избегать неприятных просто чувствовать их течение изменения если мы будем возвращаться к полноте этого опыта простого сиденья и один из таких важных потоков внутренних внутреннего движения это дыхание дать сейчас немножко побудем с этим потоком почувствуем его как дыхание чувствуется как с ним хорошо бы быть как вам удобно было бы быть со своим дыханием где его чувствовать где она чувствуется лучше само по себе ноздри горло грудная клетка живот спина а может быть весь поток дыхания как он переживается во всем теле немножко так погуляйте своим вниманием по разным аспектам вот этим по разным местам где дыхание чувствуется поисследуйте это и попробуйте обнаружить самый удобный способ для себя сейчас быть со своим дыханием именно знаете вот не наблюдать его со стороны а чувствовать в каком-то смысле становиться этим дыханием погружаясь в него переживая его если мы возьмем всего лишь один дыхательный цикл как единственный единственный дыхательный цикл который у нас есть вдох выдох пауза и попробуем его прожить как-то очень вместе очень интимно очень близко вот вы насыщаясь этим дыханием вдохом переживая выдох такое отпускание всего паузу если она возникает как период затихания и новый вдох и новый цикл давайте сейчас вот если вас будем брать всего лишь один дыхательный цикл одно дыхание для того чтобы пожить с ним почувствовать его если внимание будет отвлекаться на что-то еще время от времени в мысль уходить отвлекаться на другие какие-то аспекты опыта это нормально тот момент когда что-то у вас будет вспоминать о дыхании как о месте в котором можно вернуться сразу же возвращайтесь к этому одному единственному дыхательному циклу давайте так посидим минутку я думаю мы завтра вomme вы 06 мы вы хорошо давайте сейчас еще делаем поглубже один дыхательный цикл такой сдох еще раз глинный мягкий выдох затем продолжая чувствовать дыхание продолжать чувствовать этот наш процесс сидения как просто процесс чувствуешь что все это происходит само осознавая что нам не нужно прикладывать особых усилий чтобы сидеть тело сидит само нам не нужно прикладывать усилий чтобы дышать дыхание дышится тело сидится дыхание дышится давайте сейчас пойдем в такое расширение восприятия добавляя другие каналы восприятия послушаем мир вокруг при этом продолжая чувствовать тело как оно чувствуется дыхание просто слушающие мы опять можем замечать что нам не нужно прикладывать никаких усилий чтобы слышать слух слушается сам сейчас давайте еще так поможем себе таким воображаемым действием если мы будем уводить слушание куда далеко-далеко в пространство разводить его во все стороны одновременно куда-то за границы горизонту за горизонт к небу и туда за небо слушая бесконечно открытое пространство при этом продолжая чувствует дыхание тело влияет ли как-то на вас если вы такое воображаемо слушайте открытое пространство слушайте бесконечность влияет ли это как-то хотя бы чуть-чуть на ваше состояние идет ли это к переживанию больше открытости какой-то безбрежность и бесконечности хорошо и в какой-то момент если для вас уместно сейчас позвольте глазам приоткрыться давайте со зрением мы тоже чуть-чуть специально делим внимание зрению маленькое упражнение внутри видение сделаем вот мы смотрим сейчас куда-то перед собой скорее всего я предполагаю что внимание взгляд сам начинает фокусироваться на каком-то объекте можем отметить это как естественное явление само собой это происходит без вашего усилия когда взгляд сфокусировался на чем-то давайте попробуем просто отпустить так чтобы на мгновение картинка расплылась и вы могли увидеть общее пространство потом обратите внимание что взгляд опять начинает фокусироваться сам собой если мы не удерживаем взгляд как-то специально раз фокусированным расширенным то он начинает фокусироваться естественного и вот это важно что сейчас мы не препятствуем ничему пусть он сфокусируется как бы соберется каком-то объекта потом можем опять отпустить этот момент отпускания взгляда как он переживается а также как переживается само свидетельствование того что все происходит само фокусирование собирания происходит само без усилий а мы можем просто быть с этим хорошо еще такой маленькой упражнение внутри этого видения перед вами есть какое-то пространство которое вы видите там какие-то есть объекты объекты перед вами у них есть формы цвета и вы их видите они находятся на каком-то расстоянии вот у нас есть сначала первое пространство то что там находится то те объекты которые вы видите там вот вы здесь они там первое пространство это там включающие себя все объекты второе пространство давайте его просто осознаем что есть расстояние от вас до этих объектов это второе пространство наконец третье пространство самое интересное такое воображаемое действие если мы как будто бы сделаем шаг вниманием за глаза а потом в стороны во все стороны в бесконечности так чтобы мы осознали пространство которое включает в себя первые два пространства которые вы видите перед собой и расстояние до него то есть третье пространство вашего осознания который включает все эти три все два опять можем почувствовать как этот эксперимент на нас действует действует ли как-то может не как может как-то окей давайте вздохнем и отпустим всякое действие теперь еще какое-то время просто посидим осознавая что можно ничего не делать все происходит само дадим себе несколько мгновений на такой отдых от любого делания если глаза открыты вы можете видеть и это видение просто происходит уши у вас открыты в любом случае и слышание происходит чувство не тела происходит дыхание течет и чувство не дыхание происходит давайте побудем со всем что есть если мысли будут приходить пусть приходит сознание все это может осознавать само несколько минут там даже не минута мгновений просто можем дать себе это чтобы просто посидеть ничего не делая этом мгнов idéιο heals у л secular вот а я calam вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что в сознание приходит ваше восприятие, ваше переживание текущее. Продолжение следует... Если мы представим, что это наша сфера осознания, то, что мы осознаем, переживаем... Представим ее действительно как сферу, как пространство. Все, что мы видим, чувствуем, слышим, сознаем, все мысли, все-все-все вот это... Находится в сфере сознания, в пространстве сознания. Если мы представим себе, я сейчас такую визуализацию сделаю, что это сознание заливает свет. Просто свет откуда-то приходит. Или он там включается как будто... Все это сознание заполняется светом. Только светом. Если этот свет заполняет собой все. Влияет ли это переживание как-то на вас? Точнее, влияет ли этот образ на ваши переживания? Давайте сейчас положим одну руку на живот, другую на грудь. Немножко поищем какие-то места, где эти прикосновения чувствуются лучше. Как-то хорошо, когда руки лежат, и это хорошо. И продолжая освещать светом сознание, все сознание, мы можем начать распространять этот свет в своем воображении, куда-то вокруг себя. Если мы осознаем пространство вокруг себя, то мы его осознаем, мы его включаем в свой опыт. Мы представим себе свою комнату, то пространство, где вы находитесь сейчас, освещенное этим светом, исходящим от вас, из вашего сердца или просто от вас. И дальше этот свет может распространяться еще дальше, 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 в пространство куда-то, освещая улицы, дома, деревья, что там у вас есть вокруг всех людей, всех других существ, освещая их, согревая, как будто, знаете, так волшебное прикосновение, такое света к каждому существу. Может быть, это может воображаться. Дальше может расходиться этот свет все дальше и дальше, доходить в самые отдаленные уголки планеты и приходить в самые такие трудные места планеты, там, где вот сейчас война идет, там, где людям сейчас очень тяжело, трудно, там, где страдания. Цвет может туда прийти и, может быть, чуть-чуть смягчить эти страдания, смягчить сердца людей, согреть их, осветить. Все это мы делаем в воображении, тем не менее, это может как-то действовать на нас самих. И можем вспомнить также своих близких людей, дорогих нам людей, в разных условиях тоже. Кто-то совсем близко к вам, кто-то далеко, кому-то сейчас очень трудно, кому-то полегче. Мы можем вспоминать их всех, касаясь их светом, как будто обнимая их своим вниманием, как-то утешая, может быть, согревая. Также можем коснуться каких-то людей, которых мы знаем, но к кому относимся нейтрально. Какие-то, не знаю, продавцы из магазинов, почтальоны, какие-то сотрудники, с которыми мы работаем вместе, к кому относимся нейтрально. Они не близкие, не далекие, так, средние. Вот их тоже можем как-то коснуться светом или обнять своим вниманием. И, наконец, этот наше внимание и свет может коснуться тех, кого мы считаем своими врагами, кому испытываем ненависть, злость. Если мы попробуем такой эксперимент провести, коснемся их светом, попробуем их согреть, осветить. Просто наблюдаем, что это делает с нами, какой опыт это дает нам. Я предлагаю одну руку ставить где-то на себе, может быть, на груди, а вторую открыть, открыть пальцами, руками, ладонью к миру. И вот сам этот жест можем как-то прочувствовать, вот он такой, тело этим жестом что-то тоже воплощает, сообщает, реализует определенное положение нас в мире, когда мы в контакте с собой касаемся себя одной рукой и в контакте с миром другой рукой. Сам этот жест может быть таким говорящим. И дальше предлагаю произнести нам определенные пожелания, как такое, знаете, как вот вчера мы говорили об этом, засевание семян определенных, семян вашего намерения что-то проводить в эту жизнь, что-то важное для вас. Я произнесу свои слова, потому что это важно для меня. Вы можете следовать за этим, если это совпадает, или менять по-своему. Я желаю мира в своей душе, в своем сердце. Я желаю мира в сердцах и в душах других людей, других существ. хочу, чтобы страдание уходило из моего сердца, из моей души. Хотелось, чтобы страдание уменьшалось, уходило из сердец других людей. Хочу, чтобы ненависть, злость уходило из моего сердца. Хочу, чтобы ненависть и злость уходило из сердец других людей. хочу чтобы дружественность доброжелательность доброта заполняла мое сердце хочу чтобы дружественность доброжелательность доброта заполняла сердца других людей других существ хочу быть счастливым чувствовать переживать то что я переживаю как счастье все чтобы другие существа переживали счастье удовлетворенность хочу чуть больше покоя своему сердцу покоя сердцам других людей других существ я хочу переживать жизнь жизненность хочу пожелать это другим существам хочу чувствовать переживать тайну жизни соприказаясь с ней если это важно другим желаем это хочу переживать свободу чувствовать свободу внутреннюю внешнюю хочу чтобы другие существа переживали свободу внутреннюю внешнюю хочу быть здоровым я хочу пожелать здоровья другим существам желаю здоровья другим существам если вы находите еще какие-то свои пожелания себе и другим если вы хотели бы сейчас посеять эти семена намерения в будущее просто сделать это продолжить хорошо и затем можем вторую руку снова положить куда-то на себя почувствовать двумя руками опять себя вдохнуть несколько раз самое последнее что хочу предложить сегодня это подумать о начинающемся дне если он у вас начинаете начинается или там как его завершить если он завершается или завтрашнем дне ком-то обозримом промежутке времени который можно так охватить обнять подумать о нем и если мы опять подумаем об этом в терминах семян которые можем засеивать чтобы потом из этого выросли те растения которые мы хотели бы чтобы выросли какие-то прекрасные цветы может быть или какие-то плоды полезные а что тогда важно делать как важно себя чувствовать какие чувства себя приводить какие переживания что с собой воплощать что что делать в мыслях чувствах словах в делах действиях ответы не обязательно должны прийти прямо сейчас можем просто задавать себе этот вопрос и может быть сам вопрос будет вести нас нужную сторону дача вздохнем потом погладим где-то может быть потереть помять себя уже до долгого сидения затекло наверно все потом потянемся подвигаемся глаза какие-то момент в какой-то момент уже запутался какой-то момент можем открыть глаза если закрыты увидеть снова пространство побыть еще немножко снимем снова как-то себя спросить как я сейчас прошло 45 минут как вы за это время изменились что у вас изменилось хорошо и наш завершающая часть для тех кто хочет остаться поговорить еще давайте поговорим желающим галина включайтесь доброе утро вальера доброе утро всей группе что изменилось ощущение опоры наконец-то я эти сорок пять минут ощущала опоры для меня это очень очень важным оказалось потому что в течение дня я реально теряю опоры и вот как вы стали делать в течение дня вот идти в эту опору ощущать и идет это движение физически для ощутить потому что улетаешь ловлю себя на том что улетаю со зрением было очень интересно вот это первое пространство второе третье и что я отметила что вот когда есть действие со зрением это нормально есть какое-то делание да но когда вы сказали отпускать всякое действие со зрением вот так пускать но никак не получается это зрение само концентрируется отпускается возможно вообще на какую-то долю мгновения но тут же вот вообще отпустить действия ну сейчас очень как-то очень сложно отпускать всякое действие как что-то внутри начинает вообще метаться что-то надо делать вот уже уже тот факт что я ловлю этот момент даже где-то я где-то какая-то часть отпустилась и вот уже вернулась но был момент что я вот момент возвращения что я вернулась и спасибо большое за вот это планы на сегодня когда мы вот что я собой воплощают вот вчера я тоже об этом говорила да потому что на прям сегодня мы сделали с девочками идем в баню да мы собрались и действительно что я буду собой воплощать вот в своих делах своих действиях там что-то происходит опять не превратилась в этот птичий базар который размазывать а я как элемент этого круга элемент системы вот что действительно я привнесу да вот из своего присутствия из воплощения своих ценностей своих ощущений вдруг у меня опять появилась такая персональная ответственность за то что я буду делать вот спасибо большое спасибо я очень рад что вы идете в баню я думаю что какая-то часть нормальной жизни может вернуться мне кажется это очень важно возвращать действительно вот эти маленькие-маленькие элементы ну а баня же это вообще такой ритуал прекрасный для тела для души такое вообще наша традиционная телесно-ориентированная психотерапия такая там очень много всяких элементов мне кажется это прекрасно я вчера просто разговаривал тоже со своим другом из Одессы у него чайный клуб там ну чайный магазин и клуб и вот мы тоже говорили насколько важно вот он сейчас открылся тоже и люди приходят и как-то вот вот эта часть нормальной жизни которая возвращается как она помогает проходить через всю эту ненормальность есть какие-то опоры и пару слов я скажу про вот эти уже технический момент во-первых про вот это отпускание и невозможность отпустить но здесь очень важная позиция если мы идем этим путем который там я предлагаю медитативно такой созерцательный это не обязательно что именно им нужно идти всем но вот если он вам подходит то здесь ну какая самая важная позиция это исследование что мы создаем какой-то опыт для себя мы ставим эксперимент фактически с собой да мы говорим что окей вот сейчас есть мое переживание там вот я значит то есть я предлагаю давайте сейчас отпустим взгляд да и вы отпускаете и это происходит там на мгновение потом вот он начинает опять схватываться и вы это осознаете и что здесь самое важное это собственно сам эксперимент и самое важное то что вы это осознаете то есть фактически ну как я это воспринимаю что мы делаем по большому счету мы работаем со своей идентичностью не с чем другим да вот кто этот я кто этот я и получается что у нас есть ну как вот знаете опять же если про буддизм говорить что будда о чем он говорил он говорил о срединном пути ну он там говорил в определенном контексте но в целом можем это расширить на любые контексты что в этом конкретном пути вот который мы сейчас следуем путем самоисследования созерцательного очень важна вот эта срединность во всем если у нас есть тенденции как я это так вот как раз через свое исследование обнаружили тенденции либо контролировать все вот я все время что-то делаю я выбираю вот это моя воля моя воля моя воля но в чем почему это проблематично потому что мы постоянно сталкиваемся с ситуациями где этого не хватает где не хватает нашего контроля где контроль бессилен а вот война и дети контролируйте войну да чего там наконтролировать ну как этот Волан говорил то что человек смертен там и вот это все да, что не не это ну как бы огромное количество всего, что происходит само собой, в том числе в нас. Мы постоянно сталкиваемся с этим. Окей, ладно, мы можем сказать, какие-то события, не зависящие от нас, то, что мы называем внешне. Вот там война, вот еще что-то, вот еще что-то. Но внутренне мы начинаем всматривать в себя опять, сердце бьется само, и иногда оно там падает в пятки, иногда, значит, куда-то в горле стучит еще как-то дыхание, тут, значит, сжимается, тут напрягается. Мысли эти пролетущие, значит, нас захватывают сами, как их контролировать. Огромное количество каких-то процессов, неконтролируемых, а мы пытаемся их хватать, хватать, хватать. И тут вот здесь, в этом месте, происходит фрустрация. Ну, смотри, что такое, разочарование в себе. Что же такое-то, я пытаюсь все контролировать, оно не контролируется никак. И тогда, и это влияет на наше состояние, на наше настроение. Я пытаюсь контролировать и не могу. Поэтому гиперконтроль, он приводит к фрустрации фактически, потому что он все время сталкивается с вами бессилием. То есть если вот этот, если мы прибиваемся к этому краю, вот такой полярности, да, вот контроль. А есть другая полярность, такая бесконтрольность. Вот это, значит, такое отпускание всего. Вообще я теку по каким-то, значит, там потокам. И вот я все время здесь, сейчас. Я там ничего не планирую, ничего не контролирую в жизни. Вот такой, значит, какая-то, знаете, бумажка на ветру. Куда подул, туда и понесло меня. Но это тоже неполезно для жизни, да. Ни другие на нас положиться не могут, ни мы сами. Такие люди, знаете, вот это ветер у них в голове, говорят, да. Ну или какие-то вот нельзя на них положиться. У них нет никакой ответственности. Там вот как-то с ними сложно. И им самим бывает с собой сложно. Вот это другая такая полярность. Такая, когда вот нет этой воли никакой, ни к чему. Получается, что мы вот все время ищем, если мы идем этим путем, срединный путь, да. Вот есть ли тут середин. И путь, собственно, он состоит из этого самоисследования. Когда мы создаем экспериментальное такое поле, какой-то эксперимент делаем, да, вот с восприятием, например, да. Вот, окей, вот есть взгляд, вот есть взгляд. Мы наблюдаем, как он работает. Вот он собирается, и я замечаю, что это естественный механизм, что он встроен в меня, в само восприятие. Взгляд собирается к объекту. Это естественное такое вот хватание взгляда, фокусирование на объекте. Для чего? Для выживания это нужно. Чтобы мне просто, например, чаю выпить, мне нужно эту чашку различить в общем поле всего видимого. Там мне нужно ее выделить из поля, заметить, ага, чашка, тогда поднести ко рту и выпить. То есть, чтобы что-то съесть, мне нужно это выделить из общего пространства, да. И точно так же, чтобы избежать угрозы какой-то, мне нужно выделить этот угрожающий объект из общего пространства. То есть, это необходимый элемент опыта, да, когда взгляд собирается. Но, опять же, если я только в этом, то вот я все время схватываю, 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 схватываю. И в этом много бывает напряжения. И еще если я отождествлен с этим, я только все время вот с этими объектами, все время с объектами, тогда мое внимание сужается. Вот знаете, есть же такой тест, когда показывают точку на белом фоне, да, и спрашивают, что ты видишь? Больше столь людей говорит точку. Это, опять же, естественно, потому что взгляд собирается туда, в точку. Они не говорят про поле. Оно есть, но они его не замечают. И если мы продолжим это от взгляда простого восприятия взгляда на наше вообще поле восприятия в целом жизни, то то же самое. То есть, это может нам мешать увидеть шире картину жизни какой-то, да, если мы все время фокусированы на каких-то вот этих историях. Поэтому вот, например, сейчас в контексте наших отношений там с близкими, да, многие же на это указывают, да, что трудно, потому что вот каждый из нас, я сфокусирован на своей истории узкой, он или она сфокусирован на своей истории узкой, мы не видим как бы общего нашего поля. Вот тут получается, что через тренировку такого вот работы, например, со взглядом, мы можем это как-то распространять на другие области жизни. Тогда и опять приходить к какой-то середине, что есть объект, он мне нужен для чего-то, но есть также поле моего восприятия. И поле моего восприятия вообще-то вот в это вот упражнение, которое мы сейчас сделали, не знаю для кого, но как там, как говорится, зашло или не зашло, но вот есть это пространство, которое я вижу, есть пространство до него, и вот есть это пространство моего восприятия. Вот это самая большая такая идентичность, к которой мы можем возвращаться и в каком-то смысле в ней чуть-чуть отдыхать, вспоминать, что мы – это то, что осознает, я – это то, что осознаю. Тогда у нас есть в этом объекты, которые мы можем там манипулировать как-то, но в то же время есть вот эта открытость, и в ней есть определенная свобода, переживание свободы. Ну вот если мы там это находим. И вот получается, что, возвращаясь к серединному пути, мы все время как-то балансируем между этим, что есть объекты, соответственно, есть какое-то определенное наше намерение, устремленность к этим объектам, что-то мы делаем с ними, выбираем, контролируем. Там взять чашку, поставить чашку, пойти куда-то, остаться. Делаем какие-то выборы, планируем во времени тоже. Но в то же время у нас есть одновременно с этим, есть другой вот это модус такого свидетельствования, отпускания и как бы замечания того, что… Так, меня выкинуло из эфира. Я не очень, то есть я не знаю, где я там, в чем я остановился, но вот, то есть, повторю тогда, у нас есть два одновременно модуса. То есть, с одной стороны, есть вот это переживание себя как субъекта действия и объектов, с которыми мы взаимодействуем. И там есть выбор определенный, там есть усилие воли, там есть планирование, там есть какое-то взаимодействие с этими отдельными объектами. Но одновременно есть вот это поле осознания, где все происходит. И получается, что через такое и самоисследование на этом пути мы постоянно обнаруживаем, как-то стараемся найти баланс между этими двумя. Что много чего происходит само, но где-то в какие-то моменты я могу выбирать, контролировать, действовать. То есть, мы как-то тогда, ну вот по моему опыту, переживаем это в большей степени как-то, как более уместное, что ли, такое вот действие, да, когда можем это балансировать, когда мы можем отпускать то, что вот мы видим, что, ну здесь я ничего не могу просто сделать. Это выходит за пределы моего контроля. Я даже не пытаюсь это как-то контролировать, схватывать. А вот здесь я как раз могу приложить усилия и выбрать это как вот, как личность, как субъект. Действие, что-то сделать. Вот, ну вот такое. А при этом мы все это тренируем вот в этих маленьких упражнениях, которые я предложил. Ну вот, с этой работой с вниманием, с восприятием. Потому что дальше это может распространяться на другие сферы жизни. Вот такая моя идея. Так, что тут пишут? Так, благодарность Валерию вам и всем за сопричастность. Ольга, благодарю всем. А Ирина, Валерий, благодарю. Давно слушаю ваши аудиопрактики, а сегодня впервые практиковал онлайн. Понравился образ с семенами, воплощение качеств. Интересно было понаблюдать, как глаза автоматически фокусируются, как свет смягчает сердце. Солнечный привет из Одессы. Интересно подробнее узнать про чайный клуб вашего друга. Ирина, вы можете мне написать, я вам скину его координаты. Он, если вы знаете, центр MindSpot, вот он там рядом с этим центром. Я скоро выпущу подкаст с ним, разговор. И там будет ссылка на этот клуб. Окей, еще кто-то хочет сказать что-нибудь про свой опыт? Валерий, можно я? Конечно. Доброе утро всем. Мы говорили, мы сейчас говорили о бессилии. И я вот это прочувствовала, когда про семена мы говорили. И вот когда тоже сегодня хотелось вслух говорить, вот эти вот намерения, пожелания. И при этом острое такое было ощущение, вот это вот бессилие. Но смысл, что я это говорю, если как будто, да, вот я тут сею семена, а оттуда и боже. Все равно это поле приходит, сжигает. И такое вот ощущение бессилия, о котором как раз вы только что и говорили. И получается тогда вот смысл всего этого, это для того, чтобы мы свое поле засевали, да, то есть берегли свое поле. И когда мы говорим о пожелании другим людям, это мы вот, получается, свое поле взаимодействия с другими тоже засеваем такими вот добрыми семенами, не допуская, ну, чего-то вот такого темного обо взаимоотношениях с другими. Вот потому что, ну, как вот это вот чувство бессилия и смысл, что мы говорим. Вот, значит, я считаю, что, ну, как бы, как я могу про свое сказать, да, как я это воспринимаю, для чего я это делаю. Ну, да, то есть мы здесь, опять, если вернуться вот к той же идее, про которую я говорил, если у нас такая базовая позиция, то исследовательская. Исследовательская позиция в том числе, где, как бы, пролегает зона моего контроля вообще. Да, вот что я могу делать и за что я могу тут отвечать, за что не могу. И вот получается, что действительно, ну, бессилие – это одна из, ну, вот, когда какие-то такие огромные какие-то большие события приходят в нашу жизнь, да, вот, типа войны, то есть какие-то прям сдвиги такие тектонические, то, конечно же, мы, как маленькие существа, такие отдельные, мы можем чувствовать что-то бессилие. И фактически, создавая определенное намерение, действительно, создавая что-то в себе, мы можем, ну, как бы, возвращать себе хотя бы часть силы, действительно. И тогда мы можем видеть, окей, вот, а где мое поле? А где это мое поле, которое я, действительно, засеваю этими семенами? Потому что получается, что, по большому счету, мы, действительно, не можем контролировать, ну, внешние события, вот, ну, мы можем как-то на них влиять, у нас там есть разные степени влияния, да, в зависимости, там, от наших каких-то занимаемых позиций в этом мире. Но в любом случае, как бы, от нас далеко не все зависит, даже если мы там как-то можем сильно влиять. И тогда, получается, а уж долгосрочные последствия мы точно не можем. Ну, знаете, вот эта притча про лошадь, которую там, я там много раз рассказывал, там, как у крестьянина убежала лошадь, пришли, значит, эти к нему друзья, соседи, говорят, о, горю, значит, у тебя лошадь, убежала, значит, такое горе. Он говорит, нет, у меня просто убежала лошадь. То есть, как бы, безоценочно, да, вот. Потом, значит, эта лошадь прибежала и привела с собой трех других диких лошадей. Опять эти пришли и говорят, о, какая радость, теперь у тебя стоер так разбогател. Он говорит, нет, у меня просто убежала, прибежала лошадь, прибежала, сначала убежала, потом прибежала. Окей, потом, значит, там сын стал ее объезжать, эту новую лошадь, который при дикую упал с нее, все себе сломал, опять эти пришли и начали горевать. Он говорит, нет, нет, просто, значит, просто так вот это, просто мы не знаем результат. Ну, и там, значит, шел потом император, как раз забирая всех на войну, а этого, значит, не забрал. В общем, вот такая. И это можно историю продолжать и продолжать. Она говорит нам о том, что каких-то долгосрочных всех последствий, хорошо что-то или плохо, мы не знаем. Да, ну вот, и опять, смотря как смотреть на это, да, что-то хорошо сейчас, потом может превратиться в плохое, что-то плохое потом может превратиться в хорошее. Опять, для кого-то полезное, для кого-то не полезное. Но это один аспект, а второе, мы говорим, что, окей, за это мы не можем отвечать, потому что огромное количество событий, непредусмотренных нами, может происходить, вмешивающихся в это. Но за что я могу отвечать тогда? А вот за это намерение как раз. Поэтому вот буддизм, он к этому в основном приходит постоянно, да, из какого намерения я действую? Что я делаю с собой, в себе? Как я регулирую свое состояние, чтобы потом это привносить, вот, ну, как бы в окружающее хотя бы. Но в любом случае, ну, вы говорите там, я не могу изменить глобально. Вы не можете остановить войну, вы не можете возродить погибших людей, вы не можете уже вот это все разрушения остановить. Огромное количество вещей, которые вы не можете глобально изменить. Но у вас есть ребенок, у вас есть там какие-то близкие, у вас есть какой-то ближний круг, с которым вы можете взаимодействовать, и то, как вы будете взаимодействовать, будет действовать и на них. Вот вы, если вы со своим ребенком будете по-доброму обращаться, то вы в нем засеиваете те самые семена, которые могут потом всходить в нем уже. Опять, не факт, тоже не факт. Может, у вас какой-то монстр там растет, да, где-то в тайне. В нем, кроме ваших семян, еще какие-то есть посеянные, да, генами там, какими-то прабабушками, прадедушками, да, мы за них не отвечаем. Но какой вклад я могу в это сделать, да. И понятно, что если вы по-доброму с ним будете, то, ну, вероятность того, что он вырастет хорошим, добрым человеком, если вы посеете в нем хорошие семена, ну, она повышается. Но тогда вопрос, а как вам к нему по-доброму обращаться? А нужно в себе, нужно эту доброту сначала в себе создать. Вот такой у нас путь. Мы становимся добрыми в какой-то степени. Вот мы внутренне формируем это намерение, мы как-то приводим себя в какой-то баланс, и потом из этого нам как-то легче обращаться. Потому что если, как вы будете по-доброму, если вы внутри там с ума сходите просто, или там у вас, не знаю, вы там внутри испытываете ненависть не к нему, а к кому-то другому, но пытаетесь при этом, значит, сыночка-то прижать к себе еще, да, и так... То есть это неадекватно. Поэтому мы приводим себя в баланс, вот мы действительно засеиваем эти семена внутрь себя сначала, и потом эти семена как-то начинают распространяться дальше уже в те поля, которые мы можем засеять поблизости от нас, ну, в зависимости от наших возможностей. У каждого они свои какие-то. Вот моя такая позиция, такие идеи на этот счет. Тут уж каждый сам. То есть я точно не подхожу к этому каким-то магическим таким образом, ну, вот что я сейчас пожелаю там кому-то, и вот с ними что-то произойдет. Может быть. То есть есть какие-то странные... Ну, в моей жизни было много странных таких совпадений, когда вот что-то во мне меняется, и оно как-то отражается где-то таким нелокальным образом, мистическим. Но я особо на это не надеюсь. И главное вот с чем я работаю – это с собой. И тогда тут не мистическим образом, но оно простым образом. Я общаюсь с людьми, и люди как-то чувствуют, в каком я состоянии там с ними общаюсь, да, и это как-то взаимодействует на них. Ору я на них или не ору? Вот. Ну, вот так. Так, сейчас еще прочитаю. Дарья, благодарю вас, Валерия, очень ценно. Ирина, класс, спасибо. Татьяна, Валерия, спасибо. Очень понравилась практика про намерение на сегодня. Очень важная для меня оказалась сегодня. Спасибо всем участникам. Спасибо всем. Окей, еще кто-то хочет что-нибудь сказать, рассказать про себя, спросить может. Можно я скажу? Я просто не вижу, извините, если кто-то еще хотел у меня маленькие экраны. Говорите, говорите. Слышно? Видно? Да, да, слышно. Ну, у меня сегодня какая-то… Да, слышно? Окей. Вот. Была какая-то непростая практика, особенно вот… Ну, просто в теле как-то не очень. Видимо, какие-то усталости, пускай болезни, состояние такое. И было трудновато вообще вертикаль удерживать и с дыханием там, чем лучше я за ним следила, тем больнее было внутри. И потом почему-то, когда, ну, такой был эксперимент с тем, чтобы представить свет, я вдруг очень четко представила, почему-то так. Ну, и через какое-то время как-то удалось найти какой-то кусок света, который стал его обратно так двигать. И мне поэтому очень ценен разговор про контроль, что есть вещи, которые очень сложно контролировать. И особенно сейчас, я вот тоже почему-то у меня такая была ситуация, что вот еще и война теперь в Нагорном Карабахе тоже усиливается, это тоже невозможно контролировать. И там тоже есть люди, ну, и как раз я сейчас все-таки тоже довольно много историю читаю, как очередной дом в Киеве, например, там попала бомба, один человек погиб. Ну, в общем, вот эти все вещи, ну, они продолжают происходить. И это как-то сильно действует. При этом, ну, найти вертикаль, я не знаю, что-то или что-то, и функционировать, и жить какими-то, ну, вот другими важными вещами, которые, ну, я хочу воплощать, но с ними оставаться, ну, прямо вот, и даже там отвечать себе на вопрос, а что я хочу воплощать, иногда прям сложно. Ну, нужно какой-то себя, ну, как-то выковыривать, что ли, и снова это искать. И каждый день это, ну, очень, во-первых, очень ценно, что есть такая возможность каждый день брать снова, вспомнить и подумать. Ну, во-вторых, это какой-то снова вопрос, что ли. Ну, вот, как в этом всем, можно снова думать про какие-то простые мирные дела. Вот. Ну, так, наверное. Спасибо, спасибо. Ну, опять, я тут повторюсь, может быть, но вот, во всяком случае, мое предложение и мой путь, он сводится в первую очередь к эксперименту и к самоисследованию. И вот когда мы, все, что мы делаем, все мои предложения, вот то, что прям, ну, вот здесь вот, да, конкретно в этом месте, это предложение лишь, и такое экспериментальное предложение. То есть мы как бы, ну, вот, я конкретно, как ведущий этого процесса, я предлагаю, давайте сделаем это, да. Вы, как соучастник, соучастница, вы говорите, окей, как это со мной сейчас, вот в вашей ситуации, да, потому что, ну, наша сложность сейчас в том, что мы все в разных, извините, все в разных ситуациях находимся, все в разных, действительно, местах, в разных жизненных ситуациях, в разных телах, и эти тела проезжают какие-то разные периоды, да, ну, вот, как бы, там, действительно, после болезни, там, еще что-то, еще что-то, а я тут сижу у себя, я понятия не имею об этом ничего, да, поэтому я могу тут только предложить, а вы, как бы, приложив это к себе, соотноситесь так, это для меня и как вот сейчас, вот прямо в этой моей ситуации, вот мне сейчас, мне сейчас трудно, и дальше вот мы как раз делаем выбор, эта трудность какая, мне хочется сейчас через нее пройти, именно вот как-то воспитать в себе силу воли, там, не знаю, что-то, что-то, или вот сейчас я понимаю, что мне тумач как-то, да, вот я захожу на какую-то зону, где у меня уже нет никого там развития, никак ничего, а где я просто вот терплю это, да, и тогда, возможно, я бы рекомендовал что-то менять, например, просто лечь, вот вчера кто, она, по-моему, говорила, не помню, кто говорил, что сидела-сидела, потом почувствовала, что надо лечь, и она легла, и это для нее был очень важным процессом, она другое что-то почувствовала, очень важное для себя, и вот здесь то же самое, что бы я ни предлагал, это такой эксперимент, с которым мы соотносимся вот с этим аспектом, я говорю, ну, как мне с этим, и что я могу найти тут для себя именно, да, вот сделать, пойти за, там, за этим ведущим, да, и за тем, что предлагает, или сделать что-то обратное совсем, другое совсем, как-то вот, вот я к этому, в общем-то, призываю всегда, да, соотноситься со своим процессом, и выбирать как раз то, что возможно сейчас, и тут мы вот и учимся, как мне кажется, да, выбирать то, что возможно сейчас в моей, в моей уникальной ситуации жизненной, вот, и замечать вообще, что происходит в целом, вот, и, ну, и вот в том числе, вот эти зоны ответственности, зоны заботы, как я еще их называю, да, потому что действительно огромное количество всего, и наше внимание туда неизбежно уходит, мы не можем, ну, как-то игнорировать это, в смысле, что, наверное, было тоже бесчеловечно, там, совсем игнорировать, да, там, вот, там война, и тут война теперь еще, еще и здесь, но тоже, если это, мы можем замечать, что, а что это делает со мной, вот эта информация, да, она как, она меня, ну, что она, как, как я, я могу проходить сквозь нее, или она меня сжирает, как-то, не знаю, сметает, раздавливает, тогда это зачем, это зачем, вот в моей жизни, опять же, для моих близких, для сохранения меня самого, вот, это такие жесткие вопросы, в общем, ну, они такие, неоднозначные, да, потому что, опять же, вот, ну, мне кажется, есть вопрос срединного пути, что если я совсем закроюсь от всего мира, там, да, в одну сторону меня шатнет, но я, мне кажется, это так вот, достаточно тоже бесчеловечно, да, то есть, как-то, вот я там закрылся, закупорился, не хочу ничего слышать, видите про вас, но оно в любом случае постучится рано или поздно, да, к вам жизнь-то каким-то образом, а если я наоборот, вот, прямо вот в этом, во всем, тогда часто, ну, я себя теряю, я теряю вот свое, там, скажем, я начинаю думать о том, что происходит там за тысячи километров от меня, переживая за этих людей естественным образом, но очень часто забывая о своих близких, о том, что вот у меня есть прям окружающие люди, которым тоже нужно мое внимание, или мне самому, вот в моем, в моем состоянии, да, и вот тут мы через это исследование обнаруживаем тот баланс, который, наверное, необходимо нам сохранять, к нему возвращаться, ну, вот моя такая позиция в этом, вы, конечно, смотрите, как для вас. НАТО, вы хотите сказать, да, да, я хотела как-то и Ане откликнуться, потому что мне очень, я как будто узнаю в твоем голосе, ну, и в том, что я вижу ту эмоцию, с которой я пришла первый раз, попробовала что-то сказать здесь, и у меня вчера тоже были какие-то там небольшие дискуссии в Фейсбуке, и какой-то тоже итоговый такой, как это сказать, сканирование моего состояния, про то, что я вот в начале, когда все началось как-то очень быстро запретила себе проживать обычную жизнь свою, и как будто я огульно это запретила и всем, я помню, как меня, у меня как бы это вызывало и непонимание, и злость, когда я видела, что люди игнорируют просто то, что происходит, и это, вот это игнорирование, это самое, наверное, сложное, с чем вообще я, сложнее всего мне справиться, и там потом это проходит какие-то этапы, когда я для себя нахожу какой-то смысл, и я этого смысла начинаю держаться, но при этом я понимаю, что, ну, там, например, сейчас я все еще запрещаю себе, и в каком-то смысле запрещаю другим, там, не знаю, демонстрировать в соцсетях свою счастливую мирную жизнь, ну, это вот мои какие-то отклонения, и вчера там я много говорила, и потом ты, Валер, чуть-чуть откликнулся, и мне это было очень важно, может быть, даже я сегодня поняла, что, ну, и вчера тоже, что, может быть, даже не столько слова, которые ты говорил, хотя слова тоже, но и какой-то интонации, что ли, или то, как ты это говорил, и вот сегодня, когда ты говорил про намерение, и что, как бы, что я хочу с собой воплощать, я слушала все, что ты говоришь, вернее, я бы так сказала, все, что говоришь ты, и я как-то внутренне это про себя тоже повторяла, и при этом, где-то в начале, когда был воздух, до того, как ты стал говорить свои фразы, и в конце, вот, когда ты сказал, добавьте что-то свое, я поняла, что я добавляю только вот ту мысль, которую ты вчера как-то озвучил или прожил, про то, что мы еще можем, кроме того, чтобы делать этот гуманистический мир, и если этого не будет, то тогда зачем все, и как будто бы оно не формулируется у меня в словах, но в намерении воплощать собой этот гуманистический мир, как бы действия не важны, слова не важны, и мысли не важны, и это тоже про что-то, это же вот, кстати, после нашего разговора, вчерашнего прям, и вчера целый день, и сегодня наблюдала, со мной как-то очень сработало вот это ощущение дома и гостей, которые приходят, и я их провожаю, приходят, и я их провожаю, и понимаю, что я могу любые мысли, и чувства так провожать, и негативные условно, и там даже приятные условно, я тоже могу наблюдать, как они приходят и выходят, не цепляться в этом смысле, вот, и ну для меня какая-то это очень важная нота, какой-то очень важный разговор про то, что я ну да, вот это вот, и еще маленький кусочек того, что да, мне ужасно сложно сидеть, я вчера послушала Владимира, и решила сегодня исследовать всем инструкциям, и в какой-то момент я сначала поймала вот это потрясающее ощущение стойкости искомое через позу, и тут же, то есть как только я за него зацепилась, мгновенно мне стало совершенно невыносимо и тяжело, и я легла, ну за мной не заржавеет, как бы, я просто легла, и я поняла, что для меня сейчас я как бы во мне боролась вот это состояние поиска опоры и вот этой как бы легкости, вытянутости вот этого всего, оно как-то боролось именно на уровне вот позвонков, и я поняла, что для меня сейчас опора, это когда вниз все, вот все вниз, и вот тогда для меня это опора, это какое-то очень важное чувство, и потом, когда ты говорил про предметы, про пространство, про расстояние до предметов и вот это пространство и как бы пространство вокруг, у меня случился такой глюк, что как будто бы с одной стороны я внутри вот этого пространства вокруг, в котором, то есть вместе с теми предметами, которые я вижу, я переживаю себя как будто тоже как предмет в этом пространстве, и одновременно я переживаю все это как некое пространство внутри себя, и потом, когда ты сказал, что сознание как сфера наполняющаяся светом, у меня тоже было вот это сознание, это как некий шарик сферы, который я вижу, и оно как будто отдельно от меня передо мной где-то, и мы с ним вместе в каком-то большом пространстве, которое больше нас, но при этом я вижу этот шарик как что-то, что существует внутри меня одновременно, и вот этот свет, он как бы где-то дальше был черным, но он продолжал быть светом, и когда ты говорил про то, что этот свет выходит и заполняет кого-то, каких-то еще людей, какие-то еще места, для меня это было как будто все эти места и все эти люди, они во мне существуют, и то есть, ну это интересное переживание в том смысле, что это не переживается как что-то личностное, как, я даже не знаю, как объяснить, но вот это, как будто вот эта двойственность, то есть с одной стороны есть я как тело и мое сознание, которое я типа определяю как что-то внутри меня, принадлежащее мне, а с другой стороны есть что-то еще, что включает меня как тело и включает меня как сознание и включает всю землю, людей и так далее, ну вот это, и прям последнее, что скажу, я прям обнаружила сегодня, это какое-то тоже важное для меня событие, когда ты говорил, что вот этот свет достигает врагов или людей, которых вы ненавидите, я вдруг обнаружила, что я не ненавижу никого, хотя я уже подставляла туда каких-то людей, я вдруг поняла, что ненависть это очень сиюминутное что ли переживание, то есть если я не переживаю это чувство в моменте, то я даже не могу там ни на что опереться, я не могу сказать, что я прямо сейчас ненавижу кого-то, то есть это что-то, что вот существует как какая-то вспышка, как взрыв, а потом его, ну вот в моей реальности, во мне его нет. Спасибо большое. Спасибо. Ну вот мы здесь, когда мы проводим такое самоисследование, мы действительно можем обнаруживать какую-то сложность, богатство внутреннего мира, потому что вот мы как раз начинаем обнаруживать, что сознание, что такое сознание, мы говорим сознание, что это какая-то сложная, такая загадочная, таинственная вещь, не вещь даже, нечто, а мы в этом живем, мы есть это сознание, что оно неоднородное, что мы, вот эта какая-то идентичность наша, она внутри этого как-то может занимать то одно, то другое место, что они существуют одновременно. И это само по себе может быть и интересным, и вести нас к определенным выводам каким-то про себя, и также каким-то, в общем-то, действиям в мире, мне кажется. Но вот путь он такой, через простые такие вещи, как самоисследование, разные вот эти процессы упражнений, и насчет последнего я скажу насчет этого усталости. Очень хорошо, да, я еще раз повторю, очень хорошо, что ты там легала в какой-то момент, то есть вы осознаваете, что с вами происходит, действительно, мы сидим достаточно долго, я буду, ну вот я сейчас буду напоминать об этом, что если вам тяжело, например, сидеть кому-то долго, мы все с разной подготовкой, то есть я там могу сидеть час без проблем, а не все это могут делать, вот, и тогда просто, ну там, либо встряхиваться как-то, либо шевелиться, менять позу. То есть если вам сидится и хорошо, то продолжайте сидеть, а если вам становится как-то невмоготово, заходите за пределы какой-то своей зоны возможного развития, возможного бытия с этим, даже с неприятными переживаниями, что как-то вот зашкаливает уже, то просто меняйте это все, ну я буду специально напоминать об этом, потому что, честно говоря, забываю, потому что, ну как-то мне это нормально сидеть, я забываю о вас. Так, Олеся, надо спасибо, что поделились своим опытом. Валера, благодарю знания о срединном пути, очень важным был для меня разговор про контроль. Спасибо. Нота, спасибо вам огромное за пространство. Окей, давайте же потихонечку завершать. Можем еще раз посмотреть экраны, кто тут видим, кто еще остался, дожил до конца. спасибо всем за то, что приходите. Очень важно это сохранять пространство. моя трудность была в том, что лежа, темные образы и мысли приплывают активнее. Ну да, ну вот мы как раз обнаружим, что нам лучше и где легче быть. Лежа, сидя, как сидя, там, прохаживаясь, может быть, прогуливаясь, в общем, как-то экспериментируясь. Окей, спасибо и до следующих встреч. Пока.